Надевает халат, тщательно моет руки, на шею вешает фонендоскоп. Для врача Александра Слугина это давно стало ежедневным ритуалом. 35 лет, каждое утро, ровно в 8.30, двери его кабинета открываются для посетителей, закрываются глубокой ночью. Александр Слугин служит в Крапивинской амбулатории. Он врач широкого профиля, не умеет разве что лечить зубы. Слугин приехал в Крапивину сразу после обучения, по распределению. Вспоминает, врачебная карьера началась символично. Уже в поезде ему пришлось принимать роды. С тех пор, как нарочно, в кабинете у Слугина родились два десятка детей. Несмотря на то, что родильного отделения в больнице нет. У нас есть женщина, которая здесь, в этой больнице, рожала два-три раза. Не дожидались скорой помощи, ну и в ней поздно обращались. И есть у нас пациенты, которые я еще когда приехал только сюда работать, мне приходилось, пришлось принять роды у ее мамы. И сейчас она со своими детьми приходит тоже и к нам не на прием, и к педиатру на прием уже с новым поколением. Человек-машина, врач-механик. А болезнь – способ организма показать, что машина сломалась, уверен Александр. Шутит. Чем лучше он будет работать, тем меньше у него будет пациентов. Ведь роль врача – не победить болезнь, а научить человека самого с ней справляться, чтобы механик машине стал не нужен. Пока, правда, пациентов хватает. 800 человек только в Крапивне. Плюс 50 окрестных деревень. Здесь я лечусь уже давно, с 2006 года. И хочу только теплые слова сказать о этом враче. Врач – это от Бога. Когда обращаемся мы к нему, он нам все время, мне хорошо помогает. В преддверии Дня Героев Отечества Александру Слугину присвоили звание заслуженного врача России. Награду в торжественной обстановке вручил губернатор. В здании дворянского собрания герои – учителя, рабочие, спасатели – те, кого каждый день мы встречаем на улицах. Награждали медалями чести и мужества, за милосердие, знаками отличия за безупречную службу, благодарностями президента и почетными грамотами губернатора. Традиции – 9 лет. Важно, что место подвигу есть и в мирной жизни. Что есть люди, которые, рискуя собой, рискуя своей жизнью, спасают наших людей. Ваша жизнь, патриотизм и активная гражданская позиция – яркий пример для подрастающего поколения наших тульяков. Благодарю каждого из вас за ваш вклад в развитие Тульской области, в развитие нашего Отечества. Врач Александр Слугин героем себя не считает, ведь это его работа – спасать жизни. Выбор сделал 35 лет назад, когда впервые шагнул на порог Крапивинской больницы. Признается – тяжело, от усталости порой опускаются руки. Но, несмотря на это, каждое утро в 8.30 дверь его кабинета по-прежнему открыта для всех. Анна Степанова, Артем Качин, Вадим Рыженков, Алексей Чичфадзе, Первый Тульский.